Профессионалы и аматоры разного взрослого. Те, учим в жизни, есть место для творчества. Больше 80 человек стали учениками уникального проекта «Я Мастак, Я Так Бачу», который организовала картинная галерея Гаурила Вашченки. Под обязанностями Володая Ганна Корольчук. Урачи, педагоги, архитекторы, навуковцы, студенты, школьники и пенсионеры. Уникальный проект дает шанс каждому заявить про себя. Для большинства это первая экспозиция. Але есть и ты, у кого заплечимы персональные выставы. Обмежевания по жанрах и формах мастацтва унима. Умова одна. Твор повинен отповядать этичным нормам. У галереи работы мастаков-аматоров заняли место там, где еще недавно висели картины вядомых творцев. У первый день работы выставы залы галерею пригожили 130 картин и выработок. Самобытных, разноплановых, як и их створальники. Дорогие, самая маленькая удельница проекта ходит в первый класс, а не которые творцы, навык, приехали с замяжи на открытие экспозиции. Это моя жизнь, это мое все. Это то, с чего я начинала. Получила я образование в Польше. Графический дизайн, это графика. И, вы знаете, это просто иногда не всегда хватает смелости или, возможно, слов, чтобы пересказать свои мысли и свои ощущения, свои переживания. Поэтому я делаю это с помощью работ, конечно, своих. Я безумно счастлива и рада, что первая моя выставка – это моя первая выставка в Гомеле. Это мой родной город. Подобный проект в Гомеле проходит в Першиню. На его створение директора картины галереи Гаврила Ващенко Людмилу Шымбалеву натхнил в опыт коллег из Минска. Подобная народная выстава в столице уже два года сбирая полные залы наведовольников. Гомельская область так само богатая на таленты, каким есть что показать. И это не только картины, а еще иконы, ляльки, композиции с пластыка и вышелка. Вначале думали, получится, не получится. Но надо сказать, что все получилось отлично. И знаете, как здорово было для людей, что это и педагоги, это и врачи, это и руководители, и рабочие, и строители, и предприниматели. То есть совершенно разный спектр людей, что дорогого стоит. И надо отметить, что огромный интерес сегодня вызвало у гомельчан. Потому что очень много творческих людей, но не знают о них никто. А мы дали этим проектам возможность сегодня каждому заявить о себе. Поэтому все получилось. Прием работ протягнется до 31-го соковика. Дополняют выставу кожную раницу. До конца соковика так само проходит голосование за звание любимого народного мастака в социальной сети ВКонтакте. Переможцы отримают годовый абонемент на наведывание галереи и право на персональную выставу. А кроме того, авторам пропоновали принять уделу доброчинности, подарить свой твор детячему гематологичному отделению, Центра радиационной медицины и экологии человека. Глана Корольчук, Игорь Морисченко, телерадиокомпания «Гомель».